Баскетбол. В зимнее время можно заниматься хоккеем. Визит в кадетский корпус полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич и почетные гости начали с осмотра новых объектов – стадиона, фока, автодрома. После летних каникул воспитанники с трудом узнают альма-матер. Теперь здесь также есть спортивные уличные площадки, воздушный десантный городок и новый спальный корпус. Это нужно уметь совместить уставные требования с заботой о детях. Вот мы видели, и комнаты отдыха, и интерьер, он не так суров, как в казармах и на полигонах вооруженных сил. И предметы, достаточно воспитывающие, в том числе и доброту. В этом связи сочетается, это очень важно. Сейчас в этом кадетском корпусе обучаются 300 мальчишек со всего при Волжье. В следующем году, когда построят новое здание, их число возрастет до 420, и это не предел. Я с каждым разговаривал, у каждого спрашивал, какая у тебя мечта. Каждый ответил. Один парень открыл, хочу стать генералом. Остальные отвечали уже по принадлежности. Кто десантникам, кто ракетчикам, кто летчикам. Но у них уже с восьмого класса есть своя мечта. И они сегодня делают все для того, чтобы юридизовать. Ну а мы им должны в этом помогать и создавать все необходимые для этого условия. В этом году здесь 84 новобранца. Погоны им вручают герои Советского Союза, герои России и полномочный представитель президентов ПФО Михаил Бабич. Набор в кадетский корпус, где готовят специалистов для воздушно-десантных войск, идет с восьмого класса. Всего в округе создано пять таких учебных заведений. Уже подписано соглашение о создании шестого в Чувашской республике. Сейчас в кадетских корпусах обучаются свыше двух тысяч воспитанников, в том числе и ребята из Самарской области. Лариса Шлафаст, События.